О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Кемпинг под Радой, как отдыхают активисты и кто покой и сон чиновников хранит. Написано в патрульной полиции, вот на автомобиле. Нардепы не плачут, нардепы огорчаются. Что вчерашние жертвы протеста думают о своих обидчиках? И как собираются работать дальше? Исповедь разведчиков, почему британские агенты не могут обуздать волну терроризма. В правительственном квартале продолжаются акции протеста. Без стычек не обошлось и сегодня. Правда, начались они ближе к вечеру. Полиции даже пришлось распылить газ. А прямо в эти минуты группа нардепов пытается попасть к президенту. Обо всем нам расскажет Данил Снисарь. Он на связи со студией. Даня, здравствуй, расскажи, почему начались столкновения, как все произошло. Добрый вечер. Ситуация под Радой накалилась после обеда. Митингующие и правоохранители практически стенка на стенку сошлись в небольшой стычке. Точнее, небольшой ее нельзя назвать. Как говорят сами митингующие, правоохранители напали первыми и хотели штурмовать палаточный городок. А вот в МВД сразу эту версию опровергли и заявили, активисты напали на полицейских и хотели отобрать у них щиты. Полиция задержала 11 человек, которые якобы отобрали у нас гвардейцев щиты. И сейчас они находятся в отделении полиции, где на них составляются админпротоколы. После правоохранители обещают их отпустить. Данил, нам известно, что к главе государства от митингующих направляются парламентеры. О чем собираются говорить? Собственно, сейчас мы находимся недалеко от администрации президента. Буквально вот за вот эту вот границу полицейских за моей спиной несколько минут назад зашла группа депутатов, которая пытается попасть к президенту и начать переговоры. Переговоры касаются одного из требований митингующих. Это законопроект о создании антикоррупционного суда. Группа депутатов говорят, что готовы отозвать свой вариант из парламента и готовы на вариант от президента. И, собственно, они и хотят, чтобы президент внес свой вариант законопроекта о создании антикоррупционного суда. Мы продолжаем тут находиться и обязательно дождемся итогов. Встретятся или нет депутаты с президентом, мы расскажем уже в этом выпуске дальше. Студия. Данил, спасибо. Данил Снисари находится возле администрации президента и следит за происходящими событиями. С утра Верховной Рады было тихо. Митингующих собралось не более двух сотен. А вот количество силовиков умножилось. И если вчера власти поясняли, усиленный режим понадобился из-за визита мальтийского лидера, то сегодня причины целой армии патрульных не называют. Как прошел день и чего ждать в дальнейшем, расскажет Юлия Жешко. Ряды протестующих заметно поредели. Из трех тысяч человек возле Рады остались несколько сотен. Все те же сторонники Батькивщины и самопомощи бойцы Донбасса и Азова. Требования прежние. Отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательной системы. Наша треба не закончик изменить, а наша треба изменить систему. Мы знаем, как изменить, но для этого нужен сотен тысяч форум. Митингующие разместились в палатках и обустраивают быт. За ними пристально наблюдают сотни силовиков. У здания под куполом припаркованы десятки скорых, военный транспорт и целая галерея патрульных машин. Вот, к примеру, нардеп Сергей Лещенко насчитал два десятка экипажей на площади в 200 квадратов. Мы только приусы рассчитываем, то есть те автомобили, которые должны патрульовать в улице и бороться с излучением в улице. Это 16 приус, 17 приус, 18 приус, 19 приус, 20 приус. Написано, патрульная полиция. Сами же силовики причин своего дежурства раскрывать не хотят. Хотя в выражениях не стесняются. А почему тут патрульная полиция пробивает? Почему патрулей так много, объясняет спикер МВД. Говорит, дескать, это только так кажется, что полицейских больше, чем митингующих. Такое вот искажение реальности. А на вопрос, как действует, собирается, отвечает, как в песне. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. Но, пожалуйста, не атакуйте, не штурмуйте, не нападайте. И все будет хорошо. Зачисток не будет, уверяет глава нацполиции. Опять же, если активисты не будут нарушать порядок. Мы обеспечиваем громадский порядок, публичную безопасность в среднем месте, в том числе на площади Конституции. Будь каких радикальных заходов по зачищению, освободению или других действий мы не предполагаем. Мают божане граждане выражать свою думку. Будь ласка, хайдут ее высловлять. О митингующих и их целях говорил сегодня и премьер. По словам Владимира Гройсмана, от депутатов можно и нужно добиваться реальных действий. Но вот все ли участники акции пришли к Раде с благими намерениями? То, что произошло вчера, имеет, наверное, две складовых. С одной стороны, это те люди, которые пришли высловить абсолютно свои глубокие переконания в необходимости изменений. И которые готовы тяжело работать над этими изменениями. А с другого боку, пришли и те, кто ничего не собирается вообще делать. Вони пытаются под хорошими, хорошими гаслами прикрыть свою жагу до влады и борьбу за владу. Пытаются этими гаслами дестабилизировать ситуацию в крае. А митингующие заявляют, стоять будут до тех пор, пока парламентарии не примут их условий. И обещают к завтрашнему дню пополнить свои ряды. Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер. А в самом парламенте нардепы бурно обсуждают вчерашние баталии. Кое-кто даже решил обратиться в правоохранительные органы. К примеру, Олег Барна, которому вчера досталось возле Верховной Рады, сначала жаловаться не хотел, но ближе к вечеру все же написал заявление в ГПУ. В нем указывают, что неизвестные заблокировали ему выход из здания, толкали, оскорбляли и угрожали. А спикер сетовал, дескать, протесты сорвали визит в Раду высокой гости из Мальты. Да и медреформа на грани провала. О прошлом и будущем в парламентских буднях далее в материале. Под окнами парламента кемпинг митингующих, внутри депутатский диспут-клуб о происходящем на улице. У меня сегодня, в третьей часе, встреча с президентом Мальты. Как должен ехать президент Мальты в Верховную Раду Украины? Я требую, чтобы был разблокированный заезд, чтобы были разблокированы все входы и выходы в Верховную Раду Украины. Мы все поддерживаем мирные акции, но мирная акция, когда с Радницкой, с спины нападают, мирная акция, когда в схронах ховывают оружие, когда пытаются купить оружие и пронести ее сюда, я считаю, что это неверным и очень загрозным. Жертва нападения нардепа Олег Барна сегодня разошелся в эмоциях. Вчера под стенами парламента на него набросились с кулаками и устроили коридор позора. Барна уже обратился в сектор самоконочи. И правильно говорят, не так страшны ворожьи ваши, как внутренние гниды. А вот нардеп Гончаренко жаловаться не намерен, хотя и пострадал вчера под радой от яиц. Но некоторых своих коллег предлагают закрыть за хулиганку. Пан Поросюк уже всем зрозумел, кто он. На жаль, нет детской комнаты милиции в парламенте. Но если бы она была, это место, где пан Поросюк должен сидеть с утра и до вечера. Впрочем, подсчитывая боевые шрамы и заклинив обидчиков, нардепы задаются вопросами, зачем же все-таки люди вышли на улицы, кто виноват и что наконец сделать. Чего хотят организаторы провокации? Какие цели они переследуют? Дуже банальные. За любую цену дорваться до влады. Вести парламент в штучную политическую кресло. Заткнуть людей с правоохранцами и спровоковать бийки. Розгадываются представниками коалиции мифы, что люди пришли вимогать изменения влады. Это неправда, оскільки никаким образом нет вимог людей о изменении влады. Люди хотят всего-навсего три вимоги. Состояние системы антикоррупционных судей, нового выборчого закона, открытых партийных списков на пропорционной основе с региональными округами и снятие или обмежение депутатской внутриканности. Требования внести законопроекты в повестку дня в коалиции намерены выполнить. По крайней мере, завтра рассмотреть закон о снятии неприкосновенности и приступить к документам, которые призваны изменить избирательную систему. Правда, что касается открытых списков, то в Раде аж три законопроекта и два новых избирательных кодекса. Путаница неизбежна. Еще один непроходной вопрос, как завтра до Рады дойти. Они не покоя, что завтрашняя акция протеста и недопуск депутатов, побитие депутатов, то, что было у нас вчера, это может вызвать ряд, большую количество депутатов не прийти просто в зал и мы не соберем необходимую количество голосов за медичную реформу. Я буду лично звинувачивать каждого организатора митинга, который не допустил депутатов в зал в провале медичной реформы. Завтра голоси будут, поскольку будет план проголосовать медичную реформу, так званую. Поэтому можно будет завтра ожидать, что в парламенте будут депутаты, живые, которые способны голосовать. Это политические амбицины, но они не рассчитывают ситуацию в стране сегодняшнего. Наша страна третьего Магдана не переживет. И мы категорично против таких революционных перетворений, потому что, если только в нашей стране революция, то потом падает в три раза национальная валюта, народ становится беднейшим, а рассчитывая уровень накала общества, что можно и быть расколом страны. Поэтому наша позиция не изменилась. Мы требуем переобращения этого парламента. Он не используется доверой людей. Но это должны быть выборы, эволюционный развитие, а не любая революция, которую сегодня пытаются створить. В общем, сегодня нардепы больше говорили о политике, чем о законах медицинской реформы, которая второй день подряд рассматривается, судя по числу нардепов в зале, интересно немногим. Сгадайте себе, как голосовали за этот закон в первом читании. Реформа! Что осталось на втором читании? Питание номер один. Створение национальной службы здоровья, в одноосибное управление будет передано распределом 120 млрд грн. Это много или мало? Это не что. А не что по той причине, что в этом законопроекте написано, что для его реализации потребуется 5% внутреннего валового продукта. И те же сами люди подают законопроект бюджету, где 3,5% денег не будет. В полупустом зале нардепы все же преуспели в рассмотрении поправок. Прошлись по всем, и завтра утром ожидается окончательное решение. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. А пока в зале под куполом народные избранники продолжают ломать копии, а вокруг медреформы в сети обсуждают будущую со-оплату за медицинские услуги. Депутат Ольга Богомолец обнародовала предварительные расчеты цен для пациентов разных медучреждений. И суммы там нешуточные. Например, шунтирование аорты обойдется в 130 тысяч гривен, коронарный тромбоз в 103 тысячи, удалить камень в желчном около 40 тысяч гривен, залечить травмы мышц предплечья более 60, а ушиб голени почти 70 тысяч гривен. Напомню, Минздрав до сих пор официально не обнародовал цены на медуслуги и не предоставил перечень того, за что после реформы государство платить не будет. И тем не менее премьер ждет позитивного решения нардепов. Просит парламентария в нем мешкать, даже кино показывает об ужасах отечественной медицины. Ролик Владимир Гройсман продемонстрировал на заседании Кабмина. Он уверен, что сможет исправить ситуацию, если, конечно, нардепы не подведут и примут реформу. Это жах. Это можно изменять не за один год. Но если мы сейчас начнем, то за несколько лет новых условий, качественных условий, лековство будет больше. Я не собираюсь с этим мириться. Я закликаю всех. Завтра зелена кнопка 226. И передайте ответственность за проведение этих реформ уряду и мне, как премьер-министр. Я наголошу на том, что за определенный период времени мы наведем лад в охране здоровья краины. А кое-где порядок Кабмина уже навел. Из ежеквартального отчета следует, что экономика растет, в стране улучшается бизнес-климат, доходы таможни увеличились на треть, как и местные бюджеты. И останавливаться Владимир Гройсман не намерен. В приоритете ускорить рост ВВП, борьбу с коррупцией, строительство дорог и энергонезависимость. Украина провалила переговоры с МВФ. И причина – цены на газ. Такую новость сегодня сообщили украинские новыны со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, во время последних переговоров в Вашингтоне глава Минфина заявил, что правительство не готово повышать цены на топливо как минимум до апреля. А в фонде требует стоимость увеличить на 17%, и причем с начала года. Теперь очередной транш Киев может ждать как минимум до весны. Газовый вопрос оставил без тепла 70 тысяч жителей Смелы в Черкасской области. Начнется ли там отопительный сезон в этом году – неизвестно, ведь из-за многомиллионных долгов «Нафтогаз» отказался подавать топливо частной компании, которая последние 7 лет обслуживает город. Что собираются делать чиновники, выяснял Станислав Кухарчук. Урок французского в 11-м классе Смелянской школы. В кабинете плюс 14. Отопительный сезон в городе должен был начаться в понедельник, но батареи до сих пор холодные. Ученики в куртках и свитерах. Начало отопительного сезона в Смеле срывают уже второй год подряд. Большую часть города с 2010-го отапливает частная компания «Смелый энергоинвест» по договору о совместной деятельности с местным теплокоммунэнерго. В этом году, как и в прошлом, частники вовремя не закупили лимиты на газ. Котельные с лета отрезаны от топлива за долги, а это 91 миллион гривен. Но власти спохватились только сейчас. Скажите, пожалуйста, какое решение было принято, когда начнется опаливательный сезон? Вместо внятного ответа инициативная группа жителей услышала очередную перепалку между чиновниками. Счастье, я не хочу закрывать. Счастье, я не хочу закрывать. Исполняющий обязанности мэра успокаивает. Договор с частной компанией разорван. Тепло в ближайшие недели начнет подавать коммунальное предприятие. Нам сегодня-завтра дают лицензию на коммунальное предприятие. Потом мы затверджаем тарифы. Я думаю, что они будут найнижчими. И зайдем в коммунальное предприятие в упаленном сезоне. Зайти в новый отопительный сезон хотят и частники. Смелые энергоинвесты уверяют, лимиты на газ у них есть. Котельные вот-вот подключат, а их долг нафтогаз реструктуризирует. И сетуют на бездействие местных властей. Дескать, те им тарифы не утверждают. Сейчас все мейно находится в договоре спільной деятельности. И оператором спільной деятельности являемся мы. Все зависит от решения Смелянской межской рады. В области от этой неразберихи хватаются за голову. И в то, что тепло скоро подадут, в дома не верят. Запуск коммунального предприятия поддерживают. Правда, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Працювать с Смелым энергоинвестом на той нараде, которая у нас произошла в пятницу, символично 13 числа, вонак, нафтогаз, отмывается. Борг за тепло 91 миллион должен быть на плечах. А это значит, что долг частной компании могут заложить в новый тариф на тепло, который в ближайшие дни собираются утверждать смелянские депутаты. Станислав Кухарчук, Белла Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкасская область. В закрытом режиме сегодня слушали дело первого замглавы правления нафтогаза Сергея Переломы. Заседание прошло в Шевченковском суде столицы. Ни одна из сторон разглашать подробностей не стала. Но известно, что следующее заседание намечено на 23 октября. Сам перелом, о котором инкриминируют растрату госсредств, уверяет, все обвинения в его адрес безосновательны. Я считаю, что обвинение, я заявлял об этом неоднократно, заявление абсолютно беспочвенное, что мы надеемся доказать в ходе судебной слушания. Я уверен в нашей позиции, поскольку нет факта фабулы дела, которые излагает у нас сам в месяцном Бутово. Соответственно, такие прогнозы. Окрзалезница вернулась под юрисдикцию Мининфраструктуры. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке министр Владимир Амелян. Соответствующий вердикт вынес киевский апелляционный админсуд, отменив решение Кабмина передать предприятие в Минэкономразвитие. А в зоне АТО усиливается противостояние. Количество обстрелов растет с каждым днем. Сегодня их было уже 22, из них 18 на Донецком направлении. Один украинский боец ранен. Боевики все чаще бьют из тяжелого оружия, армейцы отвечают из стрелкового. Большая ситуация на передовой Руслан Смещук. Украинские позиции в районе Старогнатовки, относительно недалеко от Мариуполя. В последние несколько суток на Приморском направлении, как и во всей зоне АТО, наблюдается эскалация. Все чаще боевики используют тяжелые боеприпасы. Активизировались и диверсионные группы. По посадкам ходят. В общем, ночью надо быть очень внимательным. Иногда плохая видимость. Слушаем. Часто лазят в группы. Такое место, что очень легко пройти и зайти с тыла на любой другой позиции. Диверсанты не только обстреливают украинские позиции, но и стараются заминировать их. За последние двое суток минимум двое армейцев погибли, подорвавшись на минах. Поэтому военные усилили контрмеры. На позициях нашли противопехотную мину ОЗМ-72. Это осколочная мина, которая в ней 2000 осколков. Радиус поражения до 100 метров. 100 метров это так видели, как она работает. После нее как бы выжить это... Досаждает нашим воинам и вражеская бронетехника. Относительно недавно в длительном бою они уничтожили танк и несколько автомобилей боевиков. А поблизости на пункте пропуска Новотроицкая все чаще выявляют людей с документами сепаратистов. Они, как правило, не показывают эти документы. Они выявляются в кого-то случайно, потому что они предъявляют паспорт. И в этом посвященном паспорте в украинском лежат документы с тем временем неподконтрольной территории, выдающие там. Або выявляются, собственно говоря, с прихованием в автотранспорте. На допросе в СБУ задержанный сообщил, мол, сейчас на оккупированной территории людей принудительно заставляют носить с собой такие бумаги. И чуть ли не каждый день их проверяют. А из хороших новостей на пунктах пропуска новый порядок пересечения линии разграничения. Расширился список разрешенных к провозу продуктов, инструментов и электроники. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Массовый расстрел в США. Пять человек погибли, когда неизвестный открыл огонь по толпе в одном из бизнес-кварталов города Эджвуд. Это штат Мэриленд. После чего скрылся. Полиция прочесывает улицы. Пять школ в округе закрыли в целях безопасности. Детей не отпускают домой. Кто стоит за нападением, пока неизвестно. Был ли этот теракт, в полиции не могут сказать. Теракты будут. И с этим ничего не поделать. Британцев предупредили, что вероятность новых атак высока, как никогда. В службе контрразведки МИ-5 откровенно признаются, защитить граждан не в состоянии. Почему лучшие британские спецагенты не справляются с этой задачей Светлана Чернецкая из Лондона? Огромная редкость, когда глава секретной службы соглашается рассказать о работе своего ведомства. Но в этом случае руководитель МИ-5 Эндрю Паркер сам созвал журналистов, чтобы признаться, работы очень много и с ней не справляются. Доказательство тому пять терактов, случившихся с начала этого года. Спецагентам не удалось предотвратить атаки исламистов, самой масштабной из которых стал взрыв смертника после концерта певицы Арианы Гранде на Манчестер-арене в конце мая. Тогда погибли 22 человека. Выявлять теракты становится сложнее, говорит глава МИ-5, особенно когда их разрабатывает одиночка и приводит в исполнение в течение нескольких дней. Угроза со стороны исламистских экстремистов многомерная. Она быстро разрастается невиданными ранее масштабами. Это самые быстрые темпы за всю мою 34-летнюю карьеру. Террористическая деятельность сегодня активнее, чем когда-либо. Она стремительная и ее очень трудно обнаружить. Сейчас МИ-5 ведет слежку за тремя тысячами людей, которые могут быть опасны. 22-летний смертник из Манчестера Салман Абеди был одним из них. Он был на контроле спецслужб, но это не помогло предотвратить его кровавый план. Та же ситуация повторилась 27-летним Хурамом Батом. За ним наблюдали спецагенты, но недооценили степень угрозы, которую он представлял, что привело к теракту на Лондонском мосту в июне. Тогда 8 человек погибли под колесами фургона. Просчеты в работе МИ-5 очевидны, но в свою защиту в ведомстве заявляют, что к этому моменту в стране могло произойти уже 12 терактов. С начала этого года удалось предотвратить 7 атак. Но готовиться следует к самому худшему. Глава разведки признал, новые теракты в Великобритании неизбежны. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Госдепартамент США осудил убийство мальтийской журналистки, которая расследовала панамские документы. Как заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт, ФБР постоянно контактирует с полицией и властями Мальты. К расследованию подключились и Нидерланды. Журналистка, напомню, погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Одна из главных версий убийства, связанная с профессиональной деятельностью. Это подробности и далее в нашей программе. Янтарный Лас-Вегас. Для кого горят огни в Ривнанской области и когда их заметят местные власти? Имидж ничто. Израиль признал Украину безопасной страной. Почему это плохая новость для тысяч украинцев? Огни Большого прииска. Этой ночью наши журналисты обнаружили настоящий город янтарных старателей посреди поля в Ривнанской области. Там в открытую занимаются незаконным промыслом. И это в нескольких сотнях метров от международной трассы. Продолжит Инна Белецкая. Свернув с трассы Киев-Ковель, проезжаем каких-то полкилометра и словно попадаем в город. По обе стороны дороги, не прячась, работают старатели. Все вокруг освещают мощными фонарями. Это не то слово. В декабре прошлого года это выглядело так. Сейчас старатели устроились чуть дальше от дороги, предварительно вырыв каналы. Но местная полиция этого не заметила. Звоним на 102. Я разумелась. Я не могу пойду, он меня запрестровал. К концу сегодняшнего дня ситуацию соглашается комментировать начальник Сарнинского райотдела полиции. Говорит, нелегальную добычу остановили. Изъяли автомобиль и мотопомпу. По вчерашних поведомлениях, я думаю, вы знаете, как я говорю, проводено комплекс оперативных заходов профилактических. И припинено факты незаконного выдобутка на территории СМТ-классов. По информации из наших источников, в Клесове заработала так называемая программа, когда добывать янтарь можно только со специальным билетом. Его покупают около 300 долларов за каждую помпу. Что такое программа, так называемые билеты? Не имеет таких фактов. Было вчера два факта зарегистрировано. Опору працанников полиции. Надолго ли остановили массовую добычу янтаря и не возобновится ли она снова этой ночью, неизвестно. Ясно одно. Процесс этот не стихийный. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Зампрокурора Сумской области незаконно получил более 20 тысяч гривен. Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Как выяснили сотрудники ГПУ, зампрокурора написал заявление с просьбой предоставить неиспользованные 12 дней отпуска. И указал, что во время запланированного отдыха находился в больнице. Принес и справку от врача, но на самом деле отдыхал в одном из сел. И таким образом положил в карман больше 20 тысяч гривен. Что там прокурорские 20 тысяч по сравнению с неучтенными сотнями тысяч гривен, элитной недвижимостью и роскошной жизнью скромного следователя МВД Дмитрия Бута. Правда, после череды наших сюжетов он все же несколько исправил свою декларацию. В графу недвижимость полицейский заново вписал купленные квартиры в Новопечерских липках, уменьшил сумму официальной зарплаты и не забыл о подаренной собаке, которую оценил в 160 тысяч гривен. Но вот о чем забыл упомянуть, смотрите далее. Дом в элитном поселке под Киевом, шикарный многократный отдых за границей и обучение детей в приватных лицеях столицы и лучших университетах мира. А вот как оплачивать все это при доходе в 207 тысяч гривен в год, наверняка знает замначальника следственного управления нацполиции Дмитрий Бут. Ведь не имея бизнеса и всю жизнь работая на госдолжностях, у него получается жить на широкую ногу, тратя за год миллионы. Только за последние три года, работая в МВД, Бут купил две квартиры и три парк-места в самом дорогом жилом комплексе страны. И обошлось это в более чем 600 тысяч долларов. А на дом в Гореничах, по оценкам экспертов, и вовсе пришлось потратить миллион. Несколько лет тому Бут засветился из продажей гостиничного комплекса на Бердянской косе стоимостью в почти полмиллиона. Но вот вся эта недвижимость по документам к Дмитрию Буту отношения не имеет и записана на членов семьи. Бут имеет на сегодня неимоверные за обсягами рахунки. Бут имеет на территории Киевщины, которые записаны на членов его родины, которые он в такой способ ховывает от НАБУ, НАЗК и, естественно, гражданство нашей страны. Мы вернулись до НАБУ, мы вернулись до НАЗК, до фискальных органов. Скорее члены НАЗК, НАБУ, других правоохранных органов и тех, кто должен исследовать остатки ВИП-чиновников, нашли основы начать расследование. Ездит Бут с супругой на внедорожниках Volkswagen Touareg, а ребенка в школу отвозят на рейндж-ровере. Вместе автопарк стоит примерно 6 миллионов гривен. На учебу детей 2 миллиона 820 тысяч гривен в год. А на семейный отдых за границей по подсчетам туроператоров Бут потратил около полтора миллиона гривен. И это не считая минимум 300 тысяч гривен на перелеты. За свою недвижимость Бут выложил 2 миллиона 800 тысяч долларов. В НАПК взялись проверять его декларацию только сейчас. А вот почему при подаче документа у антикоррупционщиков не возникло вопроса, откуда же все это при годовой зарплате в чуть больше, чем 200 тысяч гривен? Полицейский указал, мы подсчитали, за 2015 год, в общем, его доход составил около 900 тысяч гривен и больше 50 тысяч долларов. В 2016-м еще увеличился около миллиона гривен и 66 тысяч долларов. Плюсуем обе суммы, выходит почти 1 миллион 850 тысяч гривен и 118 тысяч долларов. А вот расследованное нами реально потраченное. 2 миллиона 800 тысяч долларов и 10 миллионов гривен. В НАПК уже начали полную проверку декларации Бута. Обещали предоставить отчет через два месяца. Все это время мы будем продолжать наше расследование. И как только всплывут новые факты, проинформируем об этом антикоррупционные органы. Избирательные перипетии в Одесской области в местном теризбиркоме забыли порядок букв в алфавите. А когда суд напомнил, отказались выполнять его решение. Теперь предстоящие выборы в объединенной громаде под угрозой срыва. В чем подоплека, выяснял Андрей Анастасов. Куяльницкая объединенная громада, так теперь называется бывший Котовский район. В следующее воскресенье жители будут избирать ее председателя. Главные участники гонки самовыдвиженец Владимир Синько, который ранее был в оппозиционном блоке. И самовыдвиженец Сергей Поломарчук из Ведроджиня. И вот в списке кандидатов неожиданно появляется полный тезка Синько Владимира Павловича, никому неизвестный ранее житель Донецкой области. Расчет простой. Сбить с толку избирателей в день голосования. Не разобравшись, могут проголосовать. И в результате Синько может потерять большую часть голосовки. Дальше больше. На украинском языке фамилия местного Синько пишется через букву «Ы», а донецкого через краткую «И». По закону в избирательном бюллетене фамилии кандидатов должны идти строго по алфавиту. Соответственно, первым нужно вписать экс-оппозиционера Синько, а уже затем его двойника. Но избирком почему-то решил иначе. Цель очень простая. Человек берет руки бюллетеня, это понятно, да, находит фамилию Синько, ставит птичку, и тем самым получается результат, который преследуют люди, которые занимаются сегодня фальсификацией выборов. Кандидат уже обратился в суд, и тот встал на его сторону. Нужно переделать макет бюллетеня, поменять местами фамилии. Но большинство членов террасбиркома отказались это делать, разводит руками председатель комиссии. Теперь, говорит, и сами выборы под вопросом. Если мы утверждаем такой изразок бюллетеня, то получается, что мы порушуем закон, и получается, что потом могут вызнать выборы неясни. Инициатором утверждения спорного бюллетеня выступила секретарь комиссии. Она считает, что все законно. Правила алфавита не нарушены. У нас две фамилии начинаются. На С, то есть Синько и Синько. Правила, которые говорят о том, что вторая буква тоже учитывается, но в законе такого не написано. Более того, свое видение правил алфавита члены комиссии решили отстаивать в апелляционном порядке. Поэтому полиция в замешательстве пока не может требовать исполнения решения суда. После отримания информации из апелляционного суда будут решены вопросы, что до внесения ведомости до единого реестра до судовых расследований. По последним данным, апелляционную жалобу сегодня вечером суд отклонил. Макет бюллетеня все же придется переделывать. Согласиться ли на этот разбирком, неизвестно. Местные жители считают, в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Закон об образовании обсудил президент Украины со своим румынским коллегой Клаусом Яханисом. В телефонном разговоре Петр Порошенко говорил о защите языковых прав нацменьшунств. А румынский лидер высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Напомню ранее, закон об образовании раскритиковали в ПАСЭ за ограничение прав нацменьшунств учиться на родном языке. Изменить положение документа Украину призвали Венгрия, Румыния, Болгария и Греция. Возвращаемся к теме акций в центре Киева. Встретился ли уже президент с народными депутатами, которые выступили парламентерами митингующих? Об этом мы спросим у Даниила Снисаря. Возможно, у него уже есть новая информация. Даниил, тебе слово. Собственно, мы продолжаем находиться под администрацией президента. И прямо сейчас группа парламентеров, которая пыталась попасть к Петру Порошенко на переговоры, общается с журналистами. И от них мы чуть позже узнаем о результатах переговоров. Я напомню, что группа депутатов направились к Петру Порошенко на переговоры с предложением о том, чтобы президент сам внес свой вариант законопроекта о создании антикоррупционного суда, как того требуют митингующие. Вот что нам рассказал один из депутатов, который проводил, возможно, уже переговоры, Мустафа Наем. Мы готовы откликать этот законопроект. Мы уже подписали заявление к главе Верховной Ради, что мы готовы откликать, чтобы президент внес свой. Сейчас собираем с этой группой, идем к администрации президента, чтобы не было никаких зачисток, не было никаких нападов на наметное место и были выполнены все требования политической акции про большую политическую реформу. Мы обязательно узнаем, состоялись ли переговоры, пообщаемся с депутатами и сообщим. Студия. Данил, спасибо за детали. Данил Снисарь, напомню, в эти минуты находится возле администрации президента. Украина – безопасное государство. Такое решение приняли в правительстве Израиля. И сделали это не просто так, а в рамках борьбы с нелегалами, которые за последние годы буквально наводнили страну. Все подробности у Сергея Ауслендера. Новость эта звучит вроде бы оптимистично. Израиль объявил Украину безопасным государством. Но тут весь вопрос, почему. Оказалось, что Министерство внутренних дел буквально захлебывается в потоке просьб о предоставлении украинцам статуса беженца. И чтобы хоть как-то разгрузить работу управления по делам миграции, миграции, правительство и приняло такое решение. Теперь дела беженцев будут рассматривать в ускоренном порядке. Раньше это длилось годами. Сейчас будет занимать, по идее, 2-3 недели. Израиль буквально переполнен нелегалами, в том числе нелегалами из Украины. Из этой страны здесь их сейчас, по самым скромным оценкам, более 20 тысяч. Процедура, по которой украинцы умудряются жить и работать на легальных основаниях в Израиле, довольно незамысловатая, но вполне эффективная. Человек прямо в аэропорту подает прошение о предоставлении ему статуса беженца. И пока длится рассмотрение его дела, как я уже сказал, это может длиться годами, он спокойно трудится, не опасаясь депортаций. Тут, конечно же, уже и целая индустрия вокруг этого, потому что эти люди имеют какое-то, не совсем сказать, право, но они работают, это дешевая рабочая сила, которая много нашли, много людей, структур, нашли эту лазейку, используют их как дешевую рабочую силу. Справедливости ради надо сказать, что нелегалов здесь полно не только из Украины, но и из других стран, из той же Грузии, например, из Молдовы, есть даже беженцы из далекой Монголии. Но украинцев, увы, большинство только за 2017 год, за прошедший период этого года, они подали более 7 тысяч просьб по предоставлению статуса беженца. В решении, которое приняло правительство, говорится, что Украина – это свободное и демократическое государство, а значит, у его граждан нет оснований в массовом порядке просить статус беженцев. Но это не распространяется на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. И решения по заявкам жителей этих регионов будут приниматься отдельно и в индивидуальном порядке. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Динамовцы намерены победить «Янгбой» с предстоящим матчем третьего тура Лиги Европы. Об этом заявил главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич. Сегодня команда провела открытую предматчевую тренировку. По словам наставника «Белосиних», игроки в хорошей физической форме. В этом году они уже встречались со швейцарцами в Лиге чемпионов. В домашнем матче одержали победу, но проиграли на выезде. Теперь футболисты заявляют, в Лиге Европы не собираются сдавать лидирующую позицию в своей группе. «Хочется взять небольшой реванш за то поражение, которое выбило нас в Лиге чемпионов, и настраиваемся только на победу». «Мы в каждой игре стремимся выигрывать, и мы, еще раз говорю, подчеркиваю, что мы играем для болельщиков. И я надеюсь, что наши болельщики будут с командой как в те минуты, когда и мы выигрываем, и когда на самом деле, может быть, у нас есть сейчас проблемы, и должны мы быть все равно вместе». Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова